Всем привет, друзья! С вами Amway921. Несмотря на то, что игра World of Tanks такая классная, зашебенская и притягательная, что прямо никак её нельзя забыть и хочется всё время в неё играть, в ней присутствует целая куча моментов, которые меня сильно вымораживают. Я достаточно много уже сыграл в эту игру, чтобы взять и не обращать на это внимания. И наше сегодняшнее краткое видео как раз об этом. Раньше меня просто дико бесило, когда коллижен модель карты не совпадала с визуальной моделью. Проявлялось это таким образом, что вроде бы врага вы видите, вот он перед вами, но контур его не обводится, когда вы на него прицел наводите и стоит только вам выстрелить в такой момент, то снаряд пролетает в эту невидимую часть карты, разрывается, врагу урон не наносит и теряется драгоценное время. Часто это ещё и проявлялось тогда, когда пользователи указывали низкие настройки в отображении карты, в отображении ландшафтов и рельефов, тогда это действительно заметно. Но к своему ужасу, ну или наверное всё-таки к радости, я заметил, что разработчики это всё взяли и починили. Как бы мы тут с Димой не ездили, не пытаясь друг на друга посматривать, всё оказывается давным-давно исправлено. Поэтому для истории я решил этот факт всё-таки оставить. Следующее, что я очень сильно ненавижу, это очереди. Вообще, в жизни я стараюсь всеми возможными способами избегать очередей, потому что я ненавижу бесцельно тратить время. Ну а здесь в нашей игре это проявляется так, что восьмёрки, а вместе с ними семёрки и шестёрки, сидят и ждут своего часа, когда же их балансер пустит в бой. Иногда эта очередь занимает одну, иногда две, иногда и до трёх минут доходит. В чём же, собственно говоря, причина? Справедливые разработчики придумали такую модель балансера, которая берёт и не даёт восьмёркам разгрузиться. Почему? Потому что в третий случай они должны попадать к десяткам, в третий случай к девяткам и в третий случай воевать с самими собой, ну а также с семёрками и шестёрками. Именно поэтому они тоже в очереди стоят и ждут. Что происходит на деле? На деле танков восьмого, седьмого, шестого и ниже уровней в игре гораздо больше. Десяток и девяток гораздо меньше, потому что игроки чего-нибудь там качают, да и... ну вы понимаете. И чтобы собрать полноценное сражение на восьмёрках, необходимо подкидывать постоянно десяток и девяток. А этого чаще не возникает. На десятках и девятках играют не так много. И поэтому добрый балансер всё-таки берёт и ждёт, когда же кто-нибудь зайёт на десятках. Разработчики объясняют такую несправедливость тем фактом, что некоторые играющие на прем-танках, которые не имеют льготный уровень боёв, должны страдать в сражениях десятками и с девятками. По этой причине это всё так и странно устроено, если я всё правильно понимаю. Сумасшедше, конечно, меня это бесит, но что поделать. Следующее, что я отказываюсь любить в нашей игре, это воронки от взрывов на асфальте. Танк, проезжая воронку, как бы подпрыгивает на внешней кромке и ныряет внутрь, врезаясь и теряя полностью максимальную скорость, опять вынужден разгоняться. Ладно бы это было бы случайно или как-нибудь там для каких-то особенных танков, ничего подобного. Для любого танка, который не способен с разгону перепрыгнуть её всю, а это, знаете, чуть ли не большая часть всех танков в игре, которые более-менее неспешные, они вынуждены заезжать в эту воронку, врезаться в неё, терять скорость и потом опять разгоняться сначала. Почему это так сих пор не исправили? Ну неужели в этом есть какая-то сакраментальная особенность, которая должна быть в нашей игре? Лично меня это, ну, невероятно смешит с одной стороны и бесит. Особенно тогда, когда каждая секунда на счету, когда ты убираешь, удираешь от врага, когда вот-вот с дойл должен скрыться за углом, но врезаясь в воронку, останавливаешься и получаешь плюху в спину. Неприятно. Идём по нарастающей. Ненавижу в балансер, который распоряжается таким образом, что я единственный на восьмерке должен воевать вот в этом вот бою. Почему у врага даже нет ни одной восьмерки? За что такая несправедливость? Почему именно я? Как долго это будет продолжаться? Сил нет. Кусты. Ладно бы, когда танк посреди поля малиновки встал за кустами и исчезает, и никто его не видит, к этому уже можно привыкнуть. Но почему, когда ты подъезжаешь к кустам на какое-то расстояние непонятное, он раз и перед твоим носом становится непрозрачным? Это очень дико бесит. Почему? Это не тот случай, когда дальше, чем 15 метров от куста, там он должен быть непрозрачным. Но почему, когда ты стоишь прямо носом возле куста или дерева, и вот смотрите, как интересно, поворачиваю влево немножко камеру, становится прозрачным, вправо, опять становится непрозрачным. Нет, ну это разве нормально? Это в 2014 году такая игра у нас, с такими интересными кустами? Мне это очень-очень не нравится. Я думаю, и вам, я думаю, и вам это тоже очень не нравится и дико раздражает. Какая-то сумасшедшая елка, а сколько от нее беды и неудобства. И последнее, что меня вообще дико-дико бесит, это супер серверный прицел. Как-то так вышло, исторически, что я не особый-то фанат серверного прицела, мне не нравится, как он вяло реагирует на мои движения. Я обычно играю без него, с обычным прицелом. И как-то уже привык, что буквально секунду стоит подержать прицел на нужном месте, нажать на мышечку и снаряд полетит туда, куда ты целился. Но иногда этого не происходит, и почему, не знаю. Дело не в пинге, дело не в качестве интернет-соединения. Где-то происходит какая-то потеря, рассинхронизация, и снаряд берет и улетает нафиг вправо, и хоть ты че тут с ним делай. Меня это невероятно бесит. Я просто не могу нормально к этому всему относиться, потому что уже 28 тысяча боев за плечами. И каждый раз происходящая вот такая вот мелкая фигня, она серьезно занимает место в моей голове. Она меня очень сильно раздражает. И я за то, чтобы разработчики посмотрели это видео, взяли и исправили это все завтра же. Чтобы не было всех этих косяков, которые встречаются, чтобы все было более-менее логично и красиво. На этом видео подходит к концу. Спасибо, что посмотрели. Не забудьте поныть в комментариях, как много мы последнее время ноем. Ну а на сегодня все. Всем спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь на мой канал. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok